Путь на север Ненецкий округ Мусор, мусор и еще раз мусор Некоторые городские кварталы превратились в борющие бумаг, пакетов, бытовых отходов и даже небезопасных для здоровья веществ Кто должен влюсти порядок в городе и почему этого не делает, Алина Волчейская покопалась в городских отходах Попали в собственные сети На востоке региона задержана группа браконьеров, которая незаконно ловила ценные породы рыб Кто приехал порыбачить в округ и какое наказание грозит нарушителям, расскажет Надежда Литкова Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале Север О важнейших событиях в минувших 7 дней вам расскажут наши корреспонденты Я Владимир Тамилов 20-летний долгострой трассы Нарин-Марусинск все-таки будет достроена Президент Владимир Путин дал официальное поручение правительству в срок до 16 сентября Изыскать необходимые для возобновления строительства дороги средства Речь идет о сумме в размере более 8 миллиардов рублей Минтранс направил предложение о выделении средств в бюджету Ненисского округа На софинансирование строительства трассы Пока это планы на долгосрочную перспективу Однако жителям округа постоянная наземная связь нужна уже сейчас Дмитрий Щепанов отправился в Республику Коми по воде и суше Чтобы понять, что стоит сегодня Нарин-Марцам добраться до большой земли Добрый день! На палубе баржи несколько десятков человек со своими автомобилями Возвращаются из отпусков, деловых поездок, везут груз в город Все они устали с дороги Автопутешествие в Нарин-Марцам затея уже не такая экстремальная, как год назад Но все еще отдает авантюризмам Власти Республики Коми совершили дорожный прорыв Открыли участок федеральной трассы Керки-Малая Перо Печально известный серпантин Коми-Трофи перестал существовать А так сейчас выглядит старый серпантин Коми-Трофи По сути, никому не нужная просека в тайге С открытием федеральной трассы Республика Коми Лишилась одной из сомнительных достопримечательностей Самой плохой дороги России Между тем, до развязки еще далеко От Малой Перы до Ирайоля трасса представляет собой отсыпку Весьма посредственного качества И таких просветов на пути от Печоры до Усинска еще много А дальше 83 километра недостроенной дороги Наринмар-Усинск Уже на территории Ненинского округа Повод для бесконечных шуток жителей материка Наринмар вдруг не возникает Сначала тундра 370 километров Потом медведи едят рельсы 600 километров Потом 1527 километров Альбатрос кончает жизнь самоубийством Потому что впервые видит живность Людей видит И только уже тогда огни Наринмара Республика Коми и Ненинский округ договорились о сотрудничестве в дорожной сфере Губернаторы регионов в Усть-Цильме сделали совместное заявление В котором пообещали ликвидировать дорожные разрывы в ближайшие годы В конце года мы проведем уже первый конкурс Это даст возможность в течение ближайших двух лет Сдать более 80 километров Из вот этой дороги Между Ухту и Печорок То есть ликвидировать вот эти вот разрывы Которые еще там существуют Со стороны Наринмара останется достроить 83 километра Ресурсы для этого есть Ненинский округ получил полномочия по строительству дорог межрегионального значения Именно это мешало сдать километры раньше Регион просто не имел права строить магистраль Мы надеемся, что с 2015 года Мы активно начнем достраивать вот эти оставшиеся 83 километра На условиях софинансирования То есть часть будет бюджетных средств Нинск автономного округа и федеральных средств Власти республики Коми обещают довести дорожное строительство до Усинска К 2017 году Власти Ненинского округа пойдут навстречу В самом буквальном смысле Уложив асфальт на своих 83 километрах ответственности Наринмар утратит статус самого изолированного региона России Упадут цены, появится больше товаров с материка Вероятно придут крупные торговые сети А главное уйдет в прошлое слово распутиться Заполярный город станет доступен для поставок круглый год Все это дело ближайших лет А пока автострадой которой нет пользуются по большей части свои Как изменилась дорожная ситуация по сравнению с прошлым годом Накануне оценила наша съемочная группа В ближайшее время в эфире телеканала Север Мы покажем специальный репортаж Путь Севера Где подробно расскажем о том Что сейчас происходит на пути в Наринмар Дмитрий Щепанов, Александр Дуркин, телеканал Север Ненецкий автономный округ, Республика Коми До конца 2020 года в новые квартиры и дома должны переехать почти 4,5 тысячи семей Таковы планы администрации Ненецкого округа К этому времени в регионе исчезнут ветхие бараки, старые общежития и просто дома, служившие срок Сейчас же таких зданий только в Наринмаре великое множество Люди живут буквально в Средневековье Без воды, тепла и других удобств Однако некоторые представители власти считают, что подобные условия вполне нормальные для проживания Вот только на предложение жильцов самим пожить в таких квартирах они не соглашаются Наш корреспондент Олег Атанзейский оценил коммунальный беспредел Одно из самых больших и знаменитых общежитий Наринмара, так называемый Голубой вагон К непрошенным гостям здесь уже давно привыкли Зимой сюда часто забираются люди без определенного места жительства Только наш телеканал уже показывал, в каких нечеловеческих условиях здесь живут и выживают более 30 семей Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось, чего стоит только один местный туалет Люди рассказывают страшные истории, они говорят, что зимой часто из выгребных ям выбираются крысы Поэтому жизнь здесь не только опасна, но и противна Чтобы понять, в каких чудовищных условиях приходится жить людям, достаточно побыть здесь несколько часов И за все эти псевдоудобства людям приходится платить, как за приличные апартаменты За типичную однокомнатную квартиру три с небольшим тысячи рублей, а за две почти семь Причем в квитанцах существует графа за горячую и холодную воду, но здесь ее в помине не было Приведите вот сюда кого-нибудь из общественных людей У меня такое ощущение, они близко сюда не подойдут Но почему мы должны... У меня ребенок, ей 16 лет, я ее сюда не вожу Людмила Трушникова в этих условиях выросла Теперь в них же растет ее девятимесячный сын Артемка Девушка, рассказывая, как им приходится практически выживать каждую зиму, едва сдерживает слезы Она уверена, городские чиновники слышать их не хотят Мы живем тут четвером, то есть условий у нас вообще никаких То есть туалет и ванной нету, как бы этот... У нас маленький ребенок полы, у нас холодные Раньше здесь размещалось общежитие авиаторов Потом здание передали в городские владения, а жильцов прописали Но проблемы на этом не закончились Жильцы извели кипа бумаг на жалобы и обращения к властям Не раз приглашали прессу в надежде, что их квартирно-коммунальный вопрос кто-то ответит Дождались после письма в прокуратуру, домом следовала специальная комиссия 14 пунктов, из этих 14 пунктов все, нарушение не подлежит Практически это выходит, что дом-то надо сносить По их меркам, дом-то уже не пригоден для жилья Впрочем, к результатам комиссии городские власти серьезно не отнеслись Они посчитали, что общежитие еще пригодно для проживания Нужно только провести капитальный ремонт, который ветхий брак может просто не выстоять В поселке Искатели, как и в Наринмаре, существует коммунальный парадокс Люди живут в ветхом жилье, которое по бумагам не является аварийным Например, этому дому всего 30 лет Но ошибки строителей при возведении уже заметно просочились наружу Все стены в трещинах, полы проваливаются под домом выгребная яма Для многих жителей встреча с нами была последней надеждой Местные чиновники решать квартирный вопрос не торопятся Наше предложение, чтобы его снесли Потому что уже сил нет в нем жить Все трещит, все гниет И каждый раз, все время ко мне в квартиру канализация плывет Но решить коммунальную проблему быстро не получится Ветхие бараки и старые общежития есть практически во всех населенных пунктах региона И помочь нужно каждой семье, которая сейчас проживает в ненадлежащих условиях Последний, решающий бой халупам, все-таки решено дать Власти Нинецкого округа ставят амбициозные планы Довести объем вводимого жилья до 70 тысяч квадратных метров в год Уже в следующем году Игорь Кошин планирует выйти на показатель порядка 50 тысяч квадратных метров А в следующие годы на планируемые показатели К 2020 году жилищные условия улучшат почти 4,5 тысячи семей А к 2021 на каждого жителя региона должно приходиться по 27 квадратных метров Плохо работают, вот и все А то, что обращаетесь постоянно в управляющую компанию, они не приезжают, это как можно называть? Ну делают, это что-то Приехали первую, что-то сделали, а прогу-то в этом Все халтура, все отмывание денег Так что тут им разговаривать нечего Еще одна проблема региона – это недобросовестные управляющие компании За последнее время в черный список попали сразу несколько коммунальных организаций Недавно во дворе этого дома обрушилась конструкция септика Но дело до ЧП, кроме самих жильцов, кажется, нет никому Бездействие коммунальщиков налицо Вместо того, чтобы восстанавливать провалившийся колодец Управляющая компания людям предложила как можно меньше пользоваться канализацией Вот читаю Уважаемые жильцы, большая просьба сливать в канализацию минимальное количество воды в связи с аварийной ситуацией Люди шутят, они теперь ходят в туалет к соседям по дому Управляющая компания даже после выхода нашего репортажа про этот дом мы снимали на неделе Так и не приступила к устранению аварии Коммунальная неразбериха продолжается Конечно, для решения проблемы есть соответствующие органы Например, прокуратура Именно она вправе поставить на место недобросовестных коммунальщиков Есть и другой, более простой путь Жильцам необходимо провести общее собрание И выбрать другую управляющую компанию Правда, гарантий, что и она не подведет, дать сегодня никто не может Олег Танзийский, Вадим Стасюк, Александр Дуркин, Бетрилукевич Телеканал «Север» Программа «Итоги недели» Наринмарские дворы продолжают зарастать мусорными кучами Старая Кармановка, Качгард, улица Портова и даже центр города, например, улица Ваучейского В службу информации телеканала «Север» не раз поступали звонки от обеспокоенных жильцов Управляющие компании халатно относятся к своим обязанностям Городские власти на мусорный коллапс закрывают глаза Образовался своеобразный мусорный треугольник Жильцы ссылаются на управляющие компании Те, в свою очередь, обвиняют жильцов Мэрия бездействует и винит во всеми тех и других Мусорной путаницей разбиралась наш корреспондент Алина Ваучейская Центр города, дома 12 и 14 по улице Ваучейского Возле одной из самых массовых жилых застройок в середине августа буквально на глазах Выросла гора из пластиковых бутылок, пакетов, туалетной бумаги и прочих отходов В эти четыре небольших мусорных ящика свои отходы сбрасывают почти 300 семей Причем в среднем по два пакета в день Несложно догадаться, почему контейнеры так быстро переполняются Кроме того, большой популярностью эти мусорные ящики пользуются и среди жильцов Ваучейского 10 Хотя у этого дома существуют свои отдельные контейнеры Но чтобы до них добраться, нужно пройти за строение А это долго и неудобно, поэтому люди выбрали самый легкий путь Они предпочитают выбрасывать отходы в ящики, что поближе После того, как наш предыдущий репортаж вышел в эфир, мусор вывезли, но не весь Деньги жильцов собирают только за вывоз бытовых отходов Вроде пакетов из-под молока или картофельных очистков А вот старый диван или поломанный унитаз, по идее, нужно вывозить за свой счет Но этого почти никто не делает Яркий пример – один из районов Старой Кармановки Битые стекла, старые колеса и двери отброшенных автомобилей Еще две недели назад вот здесь выселась гора мусора Конечно, после выхода в эфир нашего сюжета Коммунальщики убрали мусор из контейнеров Но на прилегающей территории остались старые диваны, разбитые бутылки и покрышки от машин Почему же коммунальщики не убирают мусор? Ведь здесь играют дети Микрорайон Качгард, улица Морская В редакцию телеканала «Север» обеспокоенные жильцы обратились в начале августа Наша съемочная группа тогда ужаснулась от масштабов мусорной кучи Мухи, крысы и бездомные собаки в этом микрорайоне уже не вызывают ни у кого удивления Так вот что тут собаки вызывают и все на свете Почему-то большие дома обслуживаются, а частный сектор как будто не любит Почему-то вот так вот можно это все бросить и взбросить и все, и живите как хотите Почему так? Впрочем, грязью зарастает весь частный сектор микрорайона Качгард Улица Морская, Речная, переулки Снежные и Школьные Мусор отсюда не вывозят аж с июля Раньше отходы из контейнеров в этом районе вывозила компания «Базис-сервис» Но чуть позже обязанности по уборке передали «Базис-странцу» Те, в свою очередь, повысили тарифы на вывоз бытовых отходов Если раньше с одного человека брали 75 рублей, то теперь за уборку мусора в месяц нужно платить 225 Такие ценовые изменения не понравились жильцам Я вот по этому договору и буду платить Теперь не буду, потому что не выполняют они свои функции Счет уже пришел уже? Счет пришел, вон исправно опустили в почтовый ящик Это же июль Не важно, они и в июле не вывозили Так они каждый месяц носят? Они и в июле не вывозили уже На общем собрании жильцы Качгарта решили поменять обслуживающую компанию На нем присутствовали и представители управляющих компаний «Базис-странц» и ПКТС Мы связались с компанией «Базис-странц» Те в свою очередь ссылаются на безответственность самих качгартинцев Включая старосту микрорайона Было собрание, она сказала, что с 1 июля нас будет вывозить ПОКИ Все, мы туда больше не лезем Никаких договоров, ни с кем не приходим туда, ничего не уйдет Она сама сказала, что у ПКов старик дешевле, у них 105 рублей С 1 июля мы с ними заключаем договора Там ПОКИ сидели, они сказали, что да, мы сами разнесем вам эти договора Из 130 семей, проживающих в частном секторе Качгарта Договор с ПКТС так никто и не заключил Итог, разбросанный мусор продолжает портить вид почти всему микрорайону На месте, где были раньше контейнеры для мусора Теперь остался вот только такой листочек В котором черным по белому написано С целью обеспечения чистоты и порядка в городе Наринмаре Администрация городского округа и город Наринмар Просит собственников частных домовладений Заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов И размещение их на свалке Хотя, по сути, организация вывоза мусора Это прямая обязанность городской администрации Теперь же жильцы, не зная, куда девать мусор Бросают его, куда попало Так называемая мусорка теперь располагается Буквально в 100 метрах от предыдущего места сбора отходов Чтобы узнать, доколе мусорные пущи будут украшать наш город Мы отправились в городское управление строительства и ЖКХ Но на месте руководителя не оказалось Мы приехали на следующий день, в четверг Но и тогда начальник управления, как нам сказали, был на выезде И даже по телефону нам не удалось пообщаться с руководством управления строительства и ЖКХ В трубке раздавались лишь длинные гудки К телефону так никто и не подошел Первая школа, задний двор Около контейнеров здесь и вовсе отходы первого класса опасности 20 августа здесь разбили несколько иллюминисцентных хлам В ситуации возмущены и жители соседних домов, и родители, чьи дети 1 сентября должны сесть за парты этого учебного заведения Чтобы разобраться в ртутной истории, мы позвонили в городское управление образования Там ситуацию прокомментировать отказались Я не могу прокомментировать Там есть заместитель директора по хозяйственной работе, пожалуйста, к нему обращай Выйти на заместителя директора по административно-хозяйственной части все же удалось И наша съемочная группа отправилась в первую школу Здесь полным ходом идет подготовка к учебному году Зам. директора факт неправильной утилизации иллюминисцентных светильников отрицает Говорит, не видел ни одной разбитой лампы У нас не было разбитых, у нас лампы вывозились неоднократно Здесь у меня есть акты, подтверждающие это дело Поэтому там лампы не должны быть разбитых Там могли быть самые корпуса светильников, которые остались Хотя в первой школе и утверждают, что лампы утилизировали по всем правилам Факты говорят обратное, заместитель ПХЧ предоставил акты о приеме передачи светильников Но в документе стоит дата 6 августа А гора из опасных осветительных приборов на территории школы появилась спустя две недели То есть 20 августа Эти фотографии как раз сделаны в тот день Чтобы расставить все точки на дымы, обратились в Пожилкомсервис Единственное на территории округа предприятие, которое занимается утилизацией иллюминисцентных ламп Там подтвердили, за последние две недели из первой школы отработанные светильники не привозили По поводу первой школы, первая школа 6 числа привозили 418 ламп А больше их и не было Подводя итог в этой мусорной истории, мы решили обратиться к хозяйке города Кому, как не ей, нужно болеть за чистоту и красоту родного Наринмара Но мэр была занята Мы попросили секретаря приемной передать ей нашу просьбу и связаться с нами, когда она освободится Но наше обращение так и осталось неотвеченным Алина Волучейская, Александр Дуркин и Вадим Стасюк, телеканал «Север» Программа «Итоги недели» Что еще интересного произошло на минувшей неделе, вы узнаете из нашего дайджеста В понедельник в регионе началось досрочное голосование по выборам губернатора и депутатов Собрания депутатов вне низкого округа Избирательные участки открылись, как принято говорить, в отдаленных и труднодоступных местностях Досрочное голосование продлится до 13 сентября включительно Строителей будут наказывать за повреждения инженерных сетей, расположенных на территории Ненисского округа Для этого в окружной закон об административных правонарушениях будут внесены изменения Максимально возможное наказание за повреждения будут получать в том числе при производстве строительно-монтажных и земляных работах Отметим, что с начала года только линии электропередач повредили 12 раз, в том числе 7 при проведении строительно-монтажных работ Во вторник в Наринмаре загорелось нежилое здание по улице Победы, где в недавнем прошлом располагалась коррекционная школа-интернат Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной части в 15 часов 35 минут Огонь был ликвидирован за 15 минут По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем По факту возгорания проводится проверка На неделе сотрудники полиции совместно с представителями администрации Нинецкого округа Отправились в рейд по развлекательным заведениям Наринмара и поселка Искателей Под пристальным вниманием оказались гости клубов и документы на алкоголь Правоохранители также проверили, есть ли в заведениях несовершеннолетние клиенты В ходе ночного рейда нарушения не зафиксированы Вынужденные переселенцы из Украины, прибывшие в Нинецкий округ, могут получить правовую информационную поддержку Региональное отделение Ассоциации юристов России оказывает беженцам бесплатную юридическую помощь В рамках проекта юристы оказывают поддержку в подготовке документов правового характера, устное и письменное юридическое консультирование Грандиозное шоу для Наринмарсов и гостей Заполярной столицы прошло в среду на площади Марацея Весь вечер полюбившимися хитами и новыми песнями радовал народный артист России Николай Расторгуев и группа Любе Батька Махно, Березы, Родина Мать, Там за туманами и другие Так полюбившиеся россиянам песни группа Любе исполнила вживую Грандиозное шоу стало подарком жителям Заполярной столицы к юбилею Нинецкого округа Наринмар в преддверии нового учебного года стал центром окружного образования В столице региона прошла педагогическая конференция Главной ее темой стали актуальные направления развития образования на современном этапе Также участники обсудили итоги прошедшего учебного года и поставили задачи на год предстоящий Ирина Цепитова наблюдала за работой конференции Мало кто знает, но почти треть населения региона сейчас занята в образовательной сфере Это и педагоги, и воспитатели, и школьники Для каждого из них очень важно понять, что будет дальше А дальше будет курс на глобальное развитие Именно об этом шла речь в первый день конференции К примеру, Игорь Кошин сказал, что властям сейчас предстоит создать новую систему Профессионального образования в регионе Это позволит вести каждого маленького жителя округа Начиная от детского сада вплоть до его трудоустройства Благодаря тому, что у нас небольшая численность У нас есть возможность сделать единую программу Которая будет отслеживать и вкладывать и финансовый ресурс И вкладывать знания и тот потенциал, который есть С тем, чтобы потом была возможность у человека его обязательно организовать Начиная с детского сада То есть мы должны брать ребенка из детского сада И до момента получения им уже образования И с последующим трудоустройством Тема образования в регионе имеет и федеральное значение По ряду показателей майских указов президента Мы достигли положительных результатов Осталось поднять уровень зарплат в дошкольных учреждениях Сделать это позволит полномочия Которые вернулись из Архангельской области в Ненецкий округ Главное, наверное, приоритетом нашей политики Политики нашего региона Конечно же, это развитие образования И недаром же в концепции развития округа До 2025 года Главным, важнейшим направлением Ставится образование Появление в регионе новых преподавателей и воспитателей Это вообще тема отдельная В молодых специалистах округ нуждается Тех, кто работает с детьми первый год, наградили Достоились почетных наград и люди, которые уже многие годы Дают знания и воспитывают новое поколение Мы должны давать качественное образование На любой ступени Дошкольное, дополнительное, среднее, основное С любовью к ученику К уважению его семье А вот качественное высшее образование Причем не выезжая за пределы региона Это уже давно реальность Полноценный филиал Северного Арктического Федерального Университета В Нинецком округе должен появиться в ближайшие годы В сегодняшний день составлена дорожная карта Составлена концепция развития филиала И идет процесс лицензирования Я надеюсь, что это для ближайшего будущего Сказать конкретную дату сложно Но очень бы хотелось, чтобы до конца года Мы, в общем-то, имели конкретный результат На конференции прозвучал вопрос о возведении Дополнительного корпуса профессионального техучилища Недострой уже многие годы находится в стадии заморозки Власти региона планируют провести экспертизу здания Но, скорее всего, она покажет Недостроенный корпус нужно сносить А на его месте возводить новый Не менее интересным стал и второй день конференции Всех педагогов-участников разбили на четыре группы На площадках обсудили переход учебных учреждений На иной образовательный уровень В планах дошкольных педагогов Сделать каждого ребенка уникальным Добиться этого смогут после внедрения в программу Новых федеральных госстандартов Которые направлены на развитие у детей творческого мышления И самоорганизации Особое внимание будет уделяться Среде окружающей Наполнению ее Что должно быть в группах Как, впрочем, и по школе В школе ведь тоже требования К оборудованию в рамках новых скандартов Так и здесь И поэтому вот это еще все предстоит нам решить Произойдет переход не раньше, чем через два года Прежде большая подготовительная работа Первый этап обучения по новым стандартам Прошли более двухсот окружных педагогов Кстати, в этом году в округе все дети От трех до семи лет будут устроены в детские сады А значит, очередь среди дошколят этого возраста Впервые за несколько лет удалось ликвидировать Ждут шумную ребятнюю в школах По итогам проверок все готово к началу учебного года В учебных заведениях сделаны текущие и капитальные ремонты Проверены и модернизированы системы пожарных сигнализаций И системы электроснабжения Также были благоустроены территории всех образовательных учреждений Школы у нас готовы 1 сентября В большинстве школ подключено уже тепло Обогревается Здания готовы Здания все готовы к приему детей Кстати, по данным управления образования Количество учеников в этом году увеличилось 36 окружных школ попадут почти 6 тысяч ребят А это на 163 ученика больше, чем в прошлом Ирина Цепетова, Олег Хатанзейский, Екатерина Гончарова, Сергей Качегов, Вадим Стасюк Телеканал Север, программа «Итоги недели» На этой неделе полицейские задержали очередных браконьеров Которые незаконным способом ловили ценные породы рыб Нарушителей сдал один из очевидцев Который сообщил Управлению внутренних дел Что видел группу людей, ведущих промысел в районе Вашуткиных озер На место незамедлительно вылетела оперативная группа Которая повязала браконьеров с поличным Надежда Литкова с подробностями То, что к рыбной ловле браконьеры подготовились основательно Сотрудники полиции заметили еще на подлете Лагерь разбили озеро Серий-100 В нем застали несколько человек из Москвы и Воркуты Как выяснилось, среди них два организатора На месте сотрудники полиции и представители агропромышленного комплекса округа Обследовали 8 бочек с рыбой различных пород Общий объем вылова более 200 килограмм рыбы сеговых пород Это чир, сик и хариус Кроме того, в ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли у преступной группы Более 5000 незаконно хранившихся патронов нарезного оружия А также незарегистрированное гладкоствольное ружье В настоящее время отделом организации дознания У МВД России по Ненецкому автономному округу Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 256 Уголовного кодекса Незаконной добычи водных биологических ресурсов Наказание за данное преступление – серьезное Штраф от 100 до 500 тысяч рублей Принудительная работа или лишение свободы до двух лет В отделении «Севрыбводы» напоминают Рыбачить можно законно В этом году к вылову в Ненецком округе Предусмотрены полторы тонны семги и столько же сега Каждый рыбак-любитель должен заключить оферту с «Севрыбводом» И приобрести так называемую путевку За 500 рублей одному человеку в течение суток Позволено выловить одну семгу И от 8 до 10 килограмм сега В зависимости от места вылова В отделении «Севрыбвода» говорят Даже одна единица выловленная С выше установленных нормативов Это уже немалый ущерб для акватории Это привычка, привычка людей Ведь вот эти нарушения Они же, не знаю, это у мозгу Не правило должно быть Человек сам должен руководствоваться Сколько останется Для кого мы оставляем Потому что на сегодняшний день Изымается колоссально Идет промышленное изъятие осемки Допустим, до старки печора Она неконтролируемая Этот процесс неконтролируемый На сегодняшний день И если будет так и дальше По всей вероятности Стадо печорки осемки Она будет потеряна Просто будет уничтожена Только за первую половину 2014 года Возбуждено 9 уголовных дел И зарегистрировано 21 административное правонарушение За незаконную добычу Водных биоресурсов Надежда Литкова, Екатерина Гончарова Вадим Стасюк, Телеканал Север Программа «Итоги недели» 450 лет прошло с момента Первого письменного упоминания Промысловых угодий Пустозерска Сегодня на их месте Расположились такие населенные пункты Как Великовисточная, Тельвиск, Калабашская, Пыли, Мецкули, Нарыга и Устье Высокий возраст встретили достойно Широкие гуляния устроили в виски На нем побывал наш корреспондент Закер Вафин 450 лет Это действительно очень серьезный Не каждый населенный пункт Может похвастаться А у нас аж всем населенным На праздник Великовисточной Съехали со всех сел при Печоре Чтобы встретить больше 100 гостей Село готовилось не один месяц Программу юбилея подготовили разнообразную и обширную Праздник мне очень нравится Замечательная подготовка Я даже, честно говоря, не так ожидал Прекрасно все сделано Мне очень приятно Я рад за любимую Великое Источное За жителей его Открыли праздник торжественным молебном в храме Николая Чудотворца После гостей посетили фотовыставку «Горит звезда» в доме музея Володиных На ней представили снимки рыбаков, сделанных в разные годы на промысловых участках Печоры Считалось, что именно рыбаки хозяева этих мест А их дело важнейший промысел села Впрочем, традиции тех времен чтят и сейчас Рыбучасток нельзя просто иметь и от него получать орантье То есть получив рыбучасток, это озеро, либо часть стани какой-то Ты должен на нем работать, его содержать в чистоте, его содержать в порядке, допустим, производить мировацию Вот к этим традициям мы должны стремиться В общем-то, часть мы традиций этих выполняем К части мы еще должны, наверное, идти По плану организаторов, гуляния должны были провести на улице Но погода не позволила Праздник продолжили в Доме культуры На сцену вышли артисты из Наримара и сельских поселений Творческий подарок на юбилей Печорских угодий привезли и артисты из Нового Бора, Республики Коми Гурманов на празднике ждал особый сюрприз – Печорская ярмарка По традиции, всех желающих угостили у Хойна-Брачни Для ее приготовления использовали 40 килограмм серой рыбы В меню также включили другие рыбные блюда и выпечку Увести частичку праздника с собой мог каждый желающий Прихватив изделия северных мастеров декоративно-прикладного искусства С эмблемой праздника Кстати, ее разработали специально к юбилею Попытаться отразить все села, которые стоят на реке Печоре Относятся к Печорским угодиям Поэтому в эмблеме присутствуют рыба, сети Помимо достопримечательностей великого височного Таких как мост, дом в Володинах или музей Празднование продлилось допоздна Гости из старинного Печорского села уехали только ночью Закир Вальфин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север» Программа «Итоги недели» Еще одну круглую дату на этой неделе отмечали в Ненецком округе 20 лет назад в регионе начали курсировать речные трамвайщики Юрий Росехин, Ясовы и Пустозерск Несмотря на свой возраст, они продолжают пользоваться популярностью у населения За короткую навигацию три борта перевозят до 16 тысяч пассажиров Екатерина Гончарова отправилась на берег и узнала подробнее о жизни известных в Ненецком округе теплоходов Трудно поверить в то, что еще 20 лет назад этих судов здесь не было Пустозерск, Юрий Росехин, Ясовы являются уже неотъемлемой частью Наринмарского пейзажа Ясовы и Юрий Росехин прибыли в Наринмар еще в июне 1994 года с Гомельского судостроительного завода Чуть позже за ними поспел Пустозерск в августе того же года Капитан Пустозерска старейший и самый опытный на Печоре специалист За плечами у Федора Чернега без малого 40 лет стажа работы в порту Из них ровно 20 лет бессменным капитаном теплохода По любому маршруту Федор Матвеевич смог бы пройти на своем трамвайчике с закрытыми глазами В команде Пустозерска еще двое – старший механик и рулевой моторист Такие же опытные Впрочем, принять в свои ряды молодежь они не против Только вот не идет никто В отличие от команды теплохода, сам речной трамвайчик периодически обновляют Так сердце корабля заменили уже несколько лет назад Сегодня в машинном отделении новый двигатель Более надежный и современный Такими же оснастили и коллег Пустозерска – Ясавей и Юрия Росихина Это требования российского речного регистра Постоянно же, что-то какие-то требования Сейчас поставлены в ГЛОНАСС, поставлены уже радиостанции всей КВ Которые на случай бессия связи имеют с Печорова путь, который непосредственно нас контролирует Ходят трамвайчики по всему Нижнепечорью Самая дальняя и верхняя точка – Тошвиска, на границе с Республикой Коми В этом году для пассажиров теплохода действуют специальные тарифы За полцены добраться до города и обратно могут пенсионеры и молодежь до 23 лет А для некоторых категорий проезд и вовсе бесплатный От этого популярность речных трамвайчиков только выросла В этот год бесплатно водят, каждую неделю ездят Бесплатно водят в магазин, ездят У нас дорого, многое дорого Пассажиры признаются – пусть теплоходы идут медленно, но свои функции выполняют Перевозят не только людей, но и их вещи В зависимости от времени года бывают у судов рыбные и даже картофельные рейсы Доставляют на трамвайчиках и медикаменты Ведь эти, уже не молодые суда, могут выполнять рейсы даже в штормовой ветер До 13 метров в секунду Екатерина Гончарова, Вадим Стасюк, Телеканал Север, программа «Итоги недели» Такова была эта неделя, какая будет следующая, узнаете из наших выпусков новостей Я же с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи на Севере Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова